Складывая пазл будущей Европы. Статья на Афтершоке за 24 июля 2020 года. Александр Запольскис. Хотя полной картины итогового бюджетного соглашения еще нет, по отдельным оговоркам лидерам можно предположить, что минимум половину антикризисных денег забирают Испания, Греция и Италия. Самая большая битва развернулась между скандинавскими жмотами, с примкнувшими к ним Нидерландами, с одной стороны и Германии, Франции, Италии, Испании и странами Восточной Европы, с другой. Скандинавы категорически высказывались против создания кризисного фонда вовсе, но судя по всему проиграли, хотя и сумели добиться уменьшения размера халявы в пользу расширения доли кредитования. Размер фонда остался прежним – 750 млрд евро, но вместо 500 млрд евро безвозмездной раздачи по окончательной версии выделены только 360 млрд. Причем выделение денег неким образом привязано к дисциплинированности их получателей. Правда, ее детали пока не раскрываются, зато известно, что 52,9% денег достанется всего трем странам – Италии – 209 млрд, Испании – 140 млрд и Греции – 32 млрд евро. Остальное разделят между собой прочие 18 членов ЕС, признанных тоже от коронавирусной эпидемии существенно пострадавшими экономически. Выступая на телеканале, ТФ1 Эммануэль Макрон отметил два момента, что Франции причитается 40 млрд антикризисной помощи и что французские граждане никаких дополнительных специальных налогов платить не будут. Из чего можно предположить, что идею формирования собственных налоговых источников доходной части центрального бюджета ЕС члены правления дружно зарубили. Реализован, похоже, другой вариант – через гарантии ЕЦБ. Впрочем, не обошлось тут и без капли неоднозначности. Французский президент в интервью упомянул о создании специального налога федерального уровня стран Евросоюза на гигантов цифровой индустрии. Вероятно, имеется в виду брюссельская инициатива обложить 5% выручку Google, Microsoft, YouTube, рекламу в соцсетях вроде Facebook, а также транснациональные развлекательно-медийные сервисы. Ранее говорилось, что такой шаг может дать не меньше 40 миллиардов евро дополнительных поступлений в год. Учитывая дату погашения кредита в 2058 год, можно посчитать, что теоретически новый источник способен принести Брюсселю 1,52 трлн сверхпланового дохода, что вдвое превышает размер антикризисной программы. Но как в итоге выйдет на практике, пока большой вопрос. И еще интересно, что имел в виду французский лидер под словами. Наши переговоры позволили защитить доходы наших фермеров на ближайшие 7 лет. Этот бюджет также даст возможность профинансировать наши регионы, в особенности заморские территории. Хотя, собственно, бюджет ЕС урезали на 14% от проектного, система квотирования внутреннего производства не просто осталась, но и была еще больше ужесточена в пользу французов. С этим пока непонятно. Ждем прояснения деталей, особенно из Польши. Так как очень похоже, что Восточная Европа по новым правилам не только не выигрывает, а даже заметно проигрывает. Александр Запольскес, складывая пазл будущей Европы.